Добрый вечер, уважаемые соратники, добрый вечер все те, кто нас приветствует. С вами сегодня Карпов Александр и Игрон Иннокентий. Добрый вечер, уважаемые соотечественники. Добрый вечер, уважаемые соотечественники. Добрый вечер, уважаемые соотечественники. Суббота-воскресенье, площадь Кирова, площадь Литвинова с 12 до 14. Телефон еще раз, 927-759-3039. Объявление новости из новости Татьяны Швидкая. Это Пермь. 26 апреля 2019 года активист НОД провел одиночный пикет в Матавилихенском районе Перми. Из-за погоды, дождь со снегом, пикет продлился с 11 до 12 часов на час короче. За это время только три человека смогли поставить свою подпись за восстановление суверенитета России. Раздавались газеты за суверенитет. Но подождем действительно бумага. Банки начинают очень быстро таять. Это сильно мешает сбору подписей. Объявление по городу Бердск. График сбора подписей. Сегодня площадь Калинина с 16 до 19. Завтра в субботу 27 числа площадь Маркса у памятника Покрышкину с 14 до 16. Воскресенье площадь Калинина с 14 до 16. 30 число вторник у кинотеатра Орион с 16 до 19. Это город Бердск. А вот анонс на выходные по Москве. Сбор подписей, проведение пикетов, раздача газет по Москве. 27 апреля, суббота. Это завтра метро Новокосино и метро Бауманское. А время? Значит, воскресенье. Метро Новогиреево, метро Парк Культуры. По времени можно зайти на сайт за референдум народ.ру и посмотреть оперативную информацию по времени. Значит, по Москве завтра в субботу метро Новокосино и метро Бауманское. Это два места, две точки. В воскресенье тоже два места. Сбор подписей. Это метро Новогиреево, метро Парк Культуры. Водивосток. Водивосток завтра, 27 апреля, суббота. Время с 12.00 до 15.00. Поблизости от фонтана на спортивной набережной. Напротив входа на стадион «Динамо», который расположен по адресу улицы Адмирала Покина, 1В. Отчеты наших соратников. Нижегородская область, город Дзержинск. По вчерашнему дню отчет, одиночный пикет за суверенитет по сбору подписей за восстановление Отечества в границах 1945 года, а также за отмену внешнего управления. Собрано 27 подписей, роздано 150 газет. Проведены беседы с населением. Каждая рознанная газета в дальнейшем может превратиться в пять подписей. То есть раздача газет – это очень важно. И каждый подписавший бланк, подписавший коллективное обращение, должен не останавливаться на достигнутом и обязательно общаться с отечественниками, рассказывать про текущую всероссийскую акцию нашу по восстановлению Отечества. И этим, собственно говоря, запускать цепную реакцию. Отчет по Санкт-Петербургу у станции метро Проспект Просвещения. Был организован сбор подписей, роздача газет. Собрано 50 подписей. Москва, Манежная площадь. Наши соратники. Это за вчерашний день. Рознаны газеты, собраны подписи. Насколько я знаю, немножко пришлось сдвигаться нашим соратникам. Жуков был взят в отцепление с забором. То есть, ну, в рамках репетиции предстоящего парада 9 мая, репетиции прохода военной техники по Красной площади иногда перекрывает Манежную площадь, но она достаточно большая, легко выйти из положения. Смещаемся к историческому музею. В ни в коем случае акция по сбору подписей не должна прерываться. Сегодня отчет по Санкт-Петербургу. У метро Ленинский проспект. Осуществлен сбор подписей за суверенитет и государственную целостность нашего Отечества. Раздавались газеты с бланками подписей, вели разъяснительные беседы с гражданами. Беседы о сути происходящего очень важны. То есть человек должен проникнуться именно текстом обращения, чтобы понимать, за что он ставит подпись. И это позволит ему более активно общаться с отечественниками и быть более уверенным в своей, ну, можно даже сказать, агитации. отчет по городу Томску. Дорогие друзья, обратите внимание на самый легкий, доступный и эффективный способ поддержать наше с вами общее дело. газета «Национальный курс за суверенитет» незаменимый инструмент постоянной работы в информировании населения издается на народное пожертвование. Тираж нового номера уже готов, идет сбор спец на заказ партия «Распространение Томске». В ленте новостей присутствуют прямые трансляции с мест сбора подписей, раздачи газет с разных городов. Тут видно московский десант в городе Санкт-Петербурге. Идут прямые трансляции с места сбора подписей раздачи газет проведения пикетов. Рязанская область отчет по вчерашнему дню. Активисты Рязанского штаба НОД провели две согласованных с городской администрацией массовых пикетов с использованием автомобилей и агит-палатки. Акция проходила на почте Ленина и на Первомайском проспекте. было собрано много подписей под коллективное обращение и было распространено более 150 газет. Удобно, когда можно использовать подручную технику в виде машин, палаток. Не во всех городах удается пробить разрешение на такие подручные средства. Анонс по городу Санкт-Петербургу на завтра, 27 числа, суббота сбор подписей с 12 до 16 на улице Большая Морская. Воскресенье, 28 число с 12 до 16 часов на улице Малая Конюшина. Это город Санкт-Петербург. Город Курган Отчет по сегодняшнему дню на площади возле Центрального рынка прошел очередной пикет нот. Собирались подписи за референдум по изменению Конституции и за предание правооценки событий в 1991 году. Город Тобольск Анонс на воскресенье на 28 число время с 12 до 16 шестой микрорайон у памятника Дмитрия Ивановича Менделеева. Это город Тобольск. Город Нижнекамск Отчет за вчера Торговый центр Аркада Активисты штаба Национального освободительного движения проводили сбор подписей за суверенитет. Город Нижнекамск Место проведения Торгового центра Аркада Место проведения сбора подписей Ульяновск В субботу-завтра сбор подписей 14.30-17.30 Засвияжский район улица Рябикова Дом 70 на почте у Торгового Расквикательного центра Альянс Камышский район Липецк Отчеты за неделю Видно, что при участии буквально одного-двух человек каждый день на прошедшей неделе собиралось достаточно большое количество подписей Значит Почти около двух тысяч подписей собрано только в одном Липецке это вот с начала акции не включая подписей собранных других населенных пунктов Липецкой области Далее Чита за вчерашний день за Байкальским штабом НОД на улице Ленина около Дома офицеров был проведен одиночный пикет во время пикета проводился сбор подписей граждан за инициацию референдума по изменению колонийных статей нашей конституции проводились беседы раздавалась газета беседа это очень важно Калуга отчет по Калуге на прошедшей неделе также проходили пикеты пикеты по сбору подписей и общению с соотечественниками Липецк Липецк график сбора подписей ежедневно с 10 до 15.00 по адресу площадь Победы дом номер 6 центральный рынок вот в Липецке удобным гражданам ежедневный режим работы небольшое количество часов сбора подписей по анонсам по прошедшим акциям пока все но лента пополняется постоянно хочу передать слово Александру добрый вечер дорогие друзья уже второй месяц активно идет сбор подписей по изменению статей 13.15 Конституции Российской Федерации и с апреля месяца все мы можем в удаленном доступе проголосовать за восстановление Союза Советских Союзных Республик на сайте за референдум народ.ру но сегодня я хочу пообщаться с вами и обратиться к вам с просьбой присоединиться и поговорить о модулировании будущего в нашем сознании потому что мысли имеют тенденции к модернизации и разговор пойдет сегодня о модернизации то есть восстановлении страны в которой мы с вами вместе хотим жить в данном случае под условным обозначением Союз Советских Советских Республик так как эта аббревиатура наиболее понятна и известна всем потому что итог всей нашей совместной с вами работы это воссоздание за так давно существовавшего государства СССР итак как должно выглядеть это обновленное идеальное государство прежде всего это первое объединение всех республик СССР в обновленное новое экономически мощное государство и это не снова агитационные мантры это сложившийся вывод и итог предыдущей истории развала Российской империи обусловлены тем что самый главный вопрос выживания и развития стран это вопрос продовольственной безопасности в основном в Российской Федерации по причине своего географа климатического расположения не может обеспечить себе в полной мере всего спектра продуктов питания необходимых для полноценного развития здорового организма и повышения деятельности органов действительной деятельности то есть мозга выполнить необходимую часть данных продуктов питания а это большая часть овощей фруктов продуктов молочного и животноводческого комплекса можно из районов где солнечная активность и солнечная радиация необходимы и достаточны для культивированных в промышленных объемах данной продукции. Это республики Молдова, Западная Украина, Киргизия, Узбекистан, Туркмения, Таджикистан, Армения, Грузия, Азербайджан. В свою очередь, данным республикам необходим гарантированный сбыт своей продукции, который им в полном объеме может истечить только население Российской Федерации, Белоруссии, Восточной Украины, Литвы, Латвии, Эстонии. В свою очередь, регионам производства сельскохозяйственной продукции необходимы сельскохозяйственная техника, вода, химические удобрения, энергетика, в том числе горячо-смазочные материалы, упаковка, пункты хранения и переработки, логистика. Все это сможет обеспечить промышленно развитие района Российской Федерации, опять же, Белоруссии, Восточной Украины. Также республики Литвы, Латвии, Эстонии, Юг Украины, это перевалочные логистические центры, это портовые хозяйства по перегрузке товаров в обе стороны, в том числе переработка рыба-морепродуктов и базирование флотов для улова рыба-морепродуктов и ее переработки. Второе. Необходимость единого центра управления, единого бюджета для всех предприятий и всех республик. То есть бюджет единый на все новое государство. Это необходимо для выполнения государством своих обязательств перед гражданами государства. А это прежде всего защита граждан, социальная ответственность перед всеми слоями населения. Как то зарплаты, пенсии, стипендии, пособия и выплаты с размерной достойным проживанием, с увеличивающим коэффициентом в зависимости от количества и качества вложенного труда. Закон защиты материнства и детства, бесплатное образование и здравоохранение, снижение норм тарифов ЖКХ и тарифов на проезд до уровня условного, строительство и распределение жилья населения в соответствии с санитарными нормами. Нормы, естественно, принимаются уже по референдуму, голосованию граждан государства, в зависимости от экономического развития и необходимости. Третье. Земля. Земля определяется как сущность, данная Богом человечеству в пользовании. Поэтому переходит в общественно-народную собственность и не имеет права быть предметом купли-торговли. Все природные ресурсы переходят в общественно-народную собственность. Соответственно, все предприятия являются разрядом собственности на средства производства. И данная собственность может быть только государственной. Также собственность на средства производства может быть коллективной. Значит, с распределением доли прибыли, соответственно, всех работников данного предприятия по решению собрания. Четвертое. Равноправие всех граждан страны, то есть отмена всех сословий и классов, а также право на распределение всех благ, которые будут распределяться по факту развития данного государства. Но в то же время ответственны все граждане перед законом. Пятое. Один и скажу про систему образования. Это бесплатное ясельное и дошкольное воспитание детей с участием государства. Второе. Бесплатное общее среднее образование с участием в воспитании государства. Также бесплатное общее высшее очное образование. Далее. Бесплатное высшее вечернее или заочное образование или другие формы повышения статуса в образовании с неограниченным количеством образований. То есть каждый человек, который желает после первого высшего образования повысить, пойти учиться еще на какие-то дополнительные образования, государство должно обеспечить ему данное образование в вечерней, заочной форме или какие-либо иные формы, повышая его статусность. Это могут быть кандидантские, докторские и так далее. Так как только с развитием панесала каждого человека мы сможем перейти на следующий этап в развитии человечества. Нам необходимы свои гении, изобретатели, открыватели всего нового. Потому что гениальность не рождается на пустом месте. Для создания и решения задач нового бытия, любой проблематики, необходимо переработать через себя громадный пласт статистических данных по данной тематике и способы решения данных задач предшественниками. И только после накопления этого огромного материала мозг может систематизировать данный материал и преобразовать его в новое по качеству решения. То есть близкое к понятию гениального решения по любой поставленной задачи. И далее подводим итог. Если мы хотим просто остаться жить на своей земле, при этом жить качественно, если мы желаем этого своим детям качественного жизни, своим внукам, своим последующим поколениям, где форму правления мы хотим определять сами, то необходимые и достаточные условия для этого – это объединение всех наших республик в единое мощное государство с неограниченными возможностями для своих граждан. Где граждане сами работают, решают каким быть этому народовластному государству и направляют в вектор его развития. И так как народовласть базируется на идеологии развития каждого в зависимости от генетически обусловленных способностей, а также жизни общества по законам совести. На этом сегодня у меня все. Если у вас есть пожелание продолжить обсуждение, внести свои дополнения, изменения, критика, то прошу вас заходить на наш сайт www.zareferendum.narod.ru, писать в наш адрес свои пожелания и критику. Ждем вас, еще раз повторюсь, www.zareferendum.narod.ru. Ждем вас. Всего хорошего, дорогие друзья. Вопросы есть? Вопросы? Ну, это как бы были соображения, мысли при посылке в Иссоединение СССР. Да. Ну, тогда мы заканчиваем. Сегодня заканчиваем? Хорошо. Хорошо.